Избирательная кампания в Оренбургской области началась. В том, что депутаты проголосуют за назначение даты досрочных выборов губернатора, сомнений не было. В этом вопросе у всех полное единодушие. По закону выбор назначается законодательным собранием. Так как федеральным законом определена 2 воскресенье сентября, все комитеты поддержали, поэтому вопросов здесь не будет. Выбирать губернатора область будет 14 сентября, в так называемый единый день голосования. Самое время подвести некоторые итоги. Отчет губернатора подходит для этого как нельзя лучше. Основа выступления – стратегия 2015. Она, по словам Юрия Берга, выполнена почти полностью. Есть, разумеется, направления, которые оказались невыполненными или не точно спрогнозированными. Как, например, объемы жилищного строительства. И хотя планы, согласованные с правительством Российской Федерации, выполняются, и даже перевыполняются, 780 тысяч квадратных метров – не тот объем, который отвечает нашим задачам. Но есть направления, которые реализованы на 100%. Например, долгосрочная целевая программа повышения эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы. Особое значение нынче имеет и привлечение инвестиций. Для этого в области действует инвестсовет. Разработан пакет мер для создания благоприятного климата для инвесторов. В плане инвестиций мы за 4 года добились главного. Создали режим наибольшего благоприятного для инвесторов. Минрегион развития Российской Федерации подтвердил, что 15 требований стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Оренбурге выполнены. Особое внимание Юрий Берг, естественно, уделил социальной сфере. Учитывая майские указы президента, на областное руководство легла дополнительная нагрузка. Не со всеми задачами, но справились. Из 100% медицинского фонда в капитальном ремонте нуждается примерно 650 тысяч квадратных метров. Половину мы с вами сделали, так же, как в дошкольном образовании. Решили проблему с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет. Но полностью вопрос по детским садам закроется, если местами обеспечим всех нуждающихся, в том числе малышей от 1,5 до 3 лет. За выступлением первого лица области внимательно следили не только региональные парламентарии, но и представители нашего региона в Госдуме. Мы поинтересовались их оценкой деятельности руководства региона. Сейчас очень важный момент, когда либо Оренбургская область возьмет очень серьезный старт и сумеет реализовать свой колоссальный экономический и географический потенциал, или нам придется достаточно сложную экономическую ситуацию в мире переживать вдвойне тяжело. Поэтому призываю всех к совместной работе. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.